Вертолетную площадку ждут перемены. Культовые места горожан начнут оккультуривать уже в следующем году. По какому проекту? Поговорить на эту тему глава Самары Елена Лапушкина и собрала ведущих архитекторов города. Было представлено пять эскизов. Задача создать то, что будет привлекать людей разного возраста круглый год на вертолетную площадку. Как говорят архитекторы, нужно наполнить смыслом туристический пятачок, при этом сохранить аутентичность и природную красоту. Так как здесь есть уже история, есть Санкт-Петербург, наши двигатели, наши ракеты, наши технологии, наша техническая мысль, которую, по сути, можно в этом месте сделать смыслом проникновения технологии в природу, не нанося вред природе, а, так сказать, актуализируя уникальность этого места, за счет как хай-тек, как некие технологические истории могут внедряться в природу, не нанося вред, а поэтизируя это место. Все архитекторы согласны с тем, что одних кафе здесь недостаточно. Предлагают проводить лазерное шоу, построить каскад лифтов, смотровые террасы, детскую площадку, капсульный отель, маяк и мастерские для художников. Планируется также особый павильон для выставы, который замаскируют под вертолетную площадку буквы «Н». Самое главное, после всех преобразований самарскую вертолетку, возможно, будет видно из космоса из-за ночной подсветки. Мы хотели бы использовать, это была идея нашей команды, подземную урбанистику, чтобы меньше всего нарушать ландшафт, потому что это действительно изюминка данного места. И чем меньше он нарушен, тем больше мы оставляем возможностей для организации той среды, которая будет благоприятной для человека. Благоустроить вертолетную площадку планируют по программе формирования комфортной городской среды. Не исключено, что придется объявлять среди архитекторов конкурс на лучший проект. По плану благоустраивать верхнюю площадку вертолетки и делать новое освещение будут уже в следующем году. По развитию этой территории, благоустройству этой территории, думаем, уже не первый день и даже не первый месяц. Это было и поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, и действительно и самой, как главе города, хочется, чтобы эта территория гремела не только в Красноглинском районе, не только в Самаре, но и чтобы все гости знали и приходили сюда с огромным удовольствием и вспоминали наши волжские виды. История самарской достопримечательности начинается еще с царских времен, тогда территория находилась во владении местного лесника. Однако название вертолетная площадка место обрело во второй половине 20 века, когда построили авиационный завод и на вертолете сюда прилетал главный конструктор. Популярность вертолетка обрела благодаря открывающимся с нее виду на Волгу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.